Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Неформат с Михаилом Задорновым на Юмор-ФМ Здравствуйте, дорогие друзья! Во Владивостоке уже и в Петропавловске и Камчатском долгий вечер, в Иркутске и Красноярске солнце клонится к закату, в Москве день, поэтому я говорю всем здравствуйте! Вы слушаете программу «Неформат» с Михаилом Задорновым на радиостанции Юмор-ФМ. Михаил Николаевичу помогаю традиционно я, Максим Забелин, продюсер радиостанции Юмор-ФМ. Еще раз здравствуйте! Здравствуйте! Мы традиционно и неформатно подходим к тому, что нам предстоит сегодня делать, подводим итоги недели, собираем ваши сообщения на 8870, принимаем ваши звонки на 0731, все происходит в прямом эфире, Михаил Задорнов комментирует ваши звонки, пожалуйста, звоните, пишите. И, как обычно, мы начнем, пожалуй, с... Традиционно с разминки, как я всегда говорю. Разминка у нас, как всегда, это какие-то мелочи, которые я называю наблюдашками, но мы объявляли конкурс с вами, Максим, в предыдущих наших передачах. Отозвалось народу очень много, и даже не только на вашу почту присылают, но и на мою личную, благодаря нашим с вами передачам. Вот некоторые из выдержки из писем, которые я сегодня захватил, взяв из электронки, из электронной почты. Прислал один из родителей запись учителя в дневнике у сына. Ушел в туалет, вернулся пьяный. Значит, надо учесть, что второй класс. Мой друг мне прислал из гастролей, из Иваново, не буду говорить, кто. Купил плавки, на этикетке написано «Не мочить». Замечательный магазин «Интим», в магазине было объявление, «Магазин «Интим» переехал в детский мир за отдел оружия». Все смешалось у этого народа. Кто-то прислал хорошее наблюдение из интернета. Название статьи в интернете. «Почувствовать себя плохо, водитель сбил пешехода». И очень остроумно добавляет. Ему, наверное, стало все-таки лучше после этого. Заключение медэкспертизы. Присланы из поликлиники. «Летел», вот мне нравится первое слово, «летел с велосипеда, запряженного собственной собакой». Это такие картинки российские. Набережные Челны, мороженое, называется маленько-маленько, медвежонок на палочке, в скобках детское. Рядом пачка побольше с надписью «Мороженое, медведь на палке». Взрослые. Объявление в подъезде дома, как я часто говорю со сцены, это только у нас такое возможно. Такой замес, такой микс, такой фьюжн. Видите, я так стараюсь современным языком выражаться. Завтра с 14.00 будет отключение воды, воды за неуплату электроэнергии. Объявление на улице. Продается белое счастливое свадебное платье. Я в нем пять раз выходила замуж и каждый раз счастлива. Табличка на окне ларька. Кемеровская область. Ларек работает до наступления тьмы. Таблиц. То есть сейчас уже, видимо, в Камчатке потом ларьки закрыты. Табличка на дверях супермаркета. Двери закрываются автоматически. Неподалеку еще одна дверь. И там написано «Сама». Ну и я считаю, за это я дам когда-нибудь какую-то премию. Мы, кстати, с вами ведь награждаем. Я подписываю книжки. Сегодня после эфира подпишу всем нашим победителям. Табличка в обычном магазине «Столичный стандарт». При покупке товара на сумму... Это надо с выражением считать. Подождите. При покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей готовы все пучок укропа в подарок. Ребят, пучок укропа тому, кто это прислал от меня с подписью на кражей укропинки. Да, я, кстати, хочу сказать, что, друзья, мы традиционно подводим итоги самых нелепых, невероятных объявлений, вывесок, которые вы могли где-либо видеть. Присылайте их нам на 8870. Мы обязательно вручим книги от Михаила Николаевича Задорнова с его подписью. Предыдущим нашим победителям книги такие уже отправились. Я их поздравляю. Ну, а сейчас я предлагаю, Михаил Николаевич, перейти к, по нашему мнению, главной новости этой недели. То есть, разминка закончена, мы к марафону нашему приступаем. Да, ну, я думаю, что мы будем... Юмор-фэн-марафон. Как вы говорите, всегда пунктирно подходить. Да, где-то чуть по-серьезному, а потом опять наши... Где-то таблетка витамина. Да, разминки. Итак, новость недели. Теформат. Новость недели. Российские федеральные чиновники могут переехать в Коммунарку. Этот поселок находится в Ленинском районе Подмосковья. И, возможно, именно там, по сообщениям из разных источников, построят парламентский комплекс. Участок рядом с поселком Коммунарка приглянулся главе комиссии по возведению парламентского центра Владимиру Ресину. Чиновник заявил, цитирую, «Лично мне место понравилось. Я считаю, что размещение центра не принесет неудобств и ущерба для дачников и жителей данных территорий». Конец цитаты. В минувшую среду, 18 апреля, Дмитрий Медведев провел совещание по строительству парламентского центра. По мнению Дмитрия Анатольевича, там должны быть созданы все условия как для работы, так и для проживания законодателей. Среди прочего, Дмитрий Медведев заявил, что нынешние помещения и Государственной Думы, и Советы Федерации являются случайными. Высшие законодательные органы заслуживают лучшего, потому что именно там принимаются основные законы, которые определяют жизнь страны. Неформат. Новость недели. Итак, Михаил Николаевич. Да, но сильно я не знал об этом. Я все-таки жил в Латвии, там как-то поспокойнее, там не так трясет страну, как Россию. И там, знаете, там новости другого характера. Там пограничника собаку укусила, из Эстонии перешла без визы латышского. И такая история... Медленно перешла границу и укусила. Три выдры, которых послали в ирландский зоопарк из Рижского, из них две сдохли. Там, в общем-то, такие совсем другого масштаба новости. Тут всех чиновников поселка... Владимир Иосифович Рисин вообще очень серьезный строитель. Я с ним знаком. Он мне даже один раз помог очень с моими родителями. Но все-таки мне кажется, что это абсурд переводить всех чиновников в поселок Коммунарка. Тут не хватает излечения Ленина. Коммунарка будет управлять государством или может управлять государством. Но у меня такое ощущение, что наш президент, я его называю президент Лайт Медведев, он хочет, чтобы его запомнили на всю жизнь, чтобы он вот ушел с поста, а потом говорили, помните президент? Еще как, не помните, он в Коммунарку нас всех согнал. Ой, а как не помните, он в полиции, в полицию, в полицию переменовал. Вы знаете, мне кажется, напоследок, у него еще есть несколько дней, я советую, если кто-то слушает нас, наверняка кто-то слушает из администрации, они же обязаны отрабатывать свой хлеб. Есть такое предложение, посоветуйте нашему президенту переименовать полицию все-таки в очередной раз. Точнее будет, в жандармерию. И главное сделать держи морду. Но если всерьез говорить, ну как, скажите, а как к этим чиновникам будут ездить? Они думают об этом или нет? Как будут к этим чиновникам ездить на прием? Вот, то есть, они же избранные народом, они должны общаться с теми, кто их избирал. И как, вообще потрясающе, вот на спор, сегодня вы будете говорить о каких-то нововведениях, предложениях наших правителей, чиновников, представителей власти. На спор, вот не знаю, о чем вы будете меня спрашивать, но каждое заточено под одно. Взять бабки у государства. Вот как сейчас, на переезд, на строительство, наверняка определенной строительной фирме выделятся деньги, потом на перевоз, потом на квартиры чиновникам. Да? Никто не думает, только вот никто, ни в одном из предложений не будет, как сделать, чтобы народ лучше жил. Знаете, у Якубовича страшный случай произошел. Я говорил вам на прошлой передаче, нет? Якубович, Леня, очень находчивый. И вот в его передаче он балагурил, балагурил, остроумный, и вдруг наступила пауза. Такая ужас охватила аудиторию и Якубовича. Я видел, как зашевелились волосы у него даже в подмышках под костюмом. А женщина с ним говорила, я вам подарок привезла, мед там, еще что-то. Она говорит, а вы откуда? А я оттуда. А кем вы работаете? А я работаю врачом детским, психологом. А сколько вы получаете? Она говорит, я не хочу об этом говорить. Вдруг посерьезнее. Он говорит, а все-таки сколько? Такой, знаете, Якубович, ну, давайте попросим ее сказать. Все зааплодировали. Она говорит, я не буду об этом говорить. Он говорит, я не буду продолжать передачу, пока вы не скажете. Максим. И она говорит ему, хорошо, тысячу рублей. Да. И повисла пауза, когда всем стыдно за государство стало. Сектор, вы банкрот. Ну, а она классная такая женщина наша, бабеха, которая не хотела унижать государство, произнося цифру своей зарплаты. И Якубович замолчал. Вот. Как... Все, я заикаться начал от этой новости. Перевода всех в коммунарку. Михаил Николаевич, в коммуналку их надо. Мы сделаем подборку. Здесь есть новости, действительно, по предложениям. Вот интересно, правильно я сказал заранее? Посмотрим. Через несколько минут вернемся в студию. Продолжается программа «Неформат» в эфире радиостанции «Юмор.ФМ». Прямой эфир. Я тут с удивлением обнаружил, что у нас, оказывается, есть онлайн-трансляция на сайте веселаярадио.ру. Друзья, заходите. Можете увидеть, как мы ведем программу. И увидеть, что я загоревший. Что я вернулся с севера. А я в синей рубашке. Ну, чтобы вы нас различали от двух загоревших. Михаил Николаевич, позволю себе зачитать несколько сообщений, которые уже пришли к нам на 8870. Различные вывески, названия и так далее. Ага, конкурс. Да. Вывеска над автомагазином. Запчасти для японцев. Вот, хорошо, японцам нужны запчасти. Автомобилям не нужны, у них хорошие. Вот с японцами проблемы. Реклама на баннеры, которые рекламируют пилы и газонокосилки. Весна наступила. Сучки подрастают. Ооо. Ударения нет? Нет, я потерялся с ударением, да, поэтому я немножко за тобой здесь. Ооо. Так. На станции метро Тимирязевская в Москве реклама аптеки. Покупайте подарки к празднику в нашей аптеке. Ха. Это для моего возраста. Понятно. О каких подарках идет речь? Ну, кстати, я, вот многим друзьям, и они мне дарят витамины на день рождения. Ну, это так прикольно, дарить лекарства друг другу. Так что тут я бы дал премию за правду. Табличка на одном из мест на автостоянке. Место для снега не занимать. Ха-ха. Ну, и напоследок в Тюмени рекламный баннер. Женская одежда для девочек. Вот. Намек. Понят? Переходим к водным процедурам. Теперь подборка новостей о предложениях наших законотворцев и исполнительной власти. Владимир Ресин предложил построить в Москве почти 600 новых церквей. По сообщению агентства Интерфакс, программа возведения в столице 200 православных храмов не решит проблему нехватки церквей. Ресин выразил надежду на то, что вслед за Москвой начнется возрождение храмов и по всей стране. Их требуется 600, сказал Владимир Ресин. Помните, я в начале нашей передачи сказал, все эти предложения будут с одной целью. Как добыть денег из-за храмов, то бишь из казны? Вот один вопрос. Что сподвигло Владимира Иосифовича Ресина на такое количество строительства, на строительство такого количества православных храмов? Ну что ж, я надеюсь, что наряд будет выдан строительной фирме под его руководством на строительство этих храмов. И 600 храмов будут построены в Москве. Это прекрасно, я считаю. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие 5 лет в Москве планируется построить 75 километров линии метро. Ну, здесь приводятся слова мэра, но самое удивительное следующее, что Сергей Собянин сообщил, что в рамках строительства метро, к вашим словам, Михаил Николаевич, в 2010 году было освоено 25 миллиардов рублей, в прошлом году 50 миллиардов рублей, а в этом году планируется освоить более 100 миллиардов рублей. А вот той женщине, которая у Якубовича в программе была, никто не хочет увеличить зарплату. Никто. Так, ну, на спорт следующее предложение. Наш спор продолжается. Минфин предлагает поднять пенсионный возраст для мужчин и женщин до 63 лет. Начать постепенное повышение пенсионного возраста Министерство финансов предлагает с 2015 года. Двигаться к этому повышению Минфин предлагает поступательный и разными темпами, прибавляя по 3 месяца в год для мужчин и по 6 для женщин. Ну, молодцы, ребята. А главное, знаете, как определили в документе юридическом эти сроки? Максим, это страшно говорить. Это вы говорите пенсионный возраст? Там определено по-другому. Сроки дожития. Вы представляете, какой грустняк гонят наши? Их в коммуналку загонять надо. Хоть бы своих родителей пожалели. Ведь они тоже попадают в сроки дожития. Я на самом деле сейчас вдруг понял, что мы только что подарили замечательный интернет-мем. Это коммуналка. То есть есть виновников в коммуналку? В коммуналку их всех. Ну, людей, которые определяют изменение сроков дожития. Юридически. Они ведь облака разгоняют, не понимая, что этого нельзя делать. 64 миллиона рублей предлагается в этом году потратить на разгон облаков. Это что, я угадал то, что вы сейчас будете говорить? Да. Будет 64 миллиона рублей потрачено на разгон облаков в преддверии праздников 9 мая и 12 июня. Но вы понимаете, что это проконтролировать невозможно. Какое облако собиралось, куда нас, где нас посетить, да? Но гениальная статья расходов. Разгон облаков. Помните это на колокольне? Помните это частушка? Там Иван, что ли, на колокольне одним местом машет, разгоняет облака. Это про нашу мэрию. Я думал, вот это на колокольне музыка играет, а я одна стою на берегу. Но, Максим, извините, давайте вот на этой теме одну минутку задержимся. Нельзя этого делать. Это преступление. Облака для того существуют, чтобы равновесие в природе было. И когда их посыпают вот этой гадостью, там чуть ли не цементом их посыпают, потом крапивные листья сворачиваются. А крапива и та жить не хочет в этих условиях. А как люди хотят жить? Вы знаете, что сейчас приезжают, допустим, из каких-то крестьянских сел люди в Москву. У них нет аллергий. Вы мне сами когда-то говорили, что вы приехали из Владивостока, когда в Москву. У вас аллергии не было, да? Да, это правда. Здесь появилось? Да. Вот. Таких очень много. И не только в Москве. Вот эта жизнь с нарушением законов природы, данные нам, законы Богом, а не юристами, когда нарушаются, люди начинают болеть. И когда разгоняют облака, только количество болезней увеличится в том месте, в котором это происходит. Это преступление. Ну что делать, если нами руководят недообразы? То бишь безобразы. Безобразование настоящее может сократить до слова безобраз. Я на этом, если я буду продолжать, меня придется запипикивать. Поэтому я сам запипикаюсь, а пи-пи-пи-пи-пи, это то, что я им адресовал. Ну я думаю, что по образованию мы еще сегодня поговорим. Есть несколько информационных сообщений на этот счет, но мы буквально через несколько минут к нему вернемся. Продолжается программа «Неформат» в прямом эфире на радиостанции «Юмор.ФМ». Михаил Задорнов отвечает на ваши вопросы, подводим итоги недели. Пришло такое сообщение, Михаил Николаевич, в коммунарке при Сталине людей расстреливали. Нашим чинушам там самое место. Ой, дрожь по спине, мурашки по спине пробежали. Видите, нас слушают не только желающие похохотать, но и умные. А для желающих похохотать я буквально пару сообщений еще приходящих к нам на 8870. В метро когда-то стояла скамейка. На данный момент ее нет. На стене висит объявление. Граждане пассажиры, будьте внимательны, скамейка находится на ремонте. Не садитесь. Ой, Ной, подарите мне это, я буду зачитывать в концерте. Гениально! Хорошо. Ценник в магазине. Грейпфрут. Она метробаумская, рюмочная. Сухой закон. Хорошо. Называется рюмочная? Да. Кодирование началось. Еще одно объявление на столбе. Это по поводу конца света. Очень интересно, мне понравилось. Уважаемые олигархи, в декабре конец света. Если не хотите потерять деньги, перечисляйте средства на мой такой-то указан счет. Верну, если что. А очень струно. Здорово. Но это я когда-то говорил в концерте, что у меня олигархов более всего будет жалко. Перед концом света они не будут знать, куда деть свои бабки и как перевести, обустроив последующую жизнь на небесах. Но вот это, то, что вы зачитали, остроумнее сформулировано. Молодцы. Хорошие люди нас слушают. У нас сегодня появилось сообщение абсолютно в тему. Интерфакс сообщает, что по версии журнала Forbes в 200, число 200 богатейших бизнесменов России вошло количество людей 200. Да, но самая главная информация заключается в том, что состояние их общее составило 446 миллиардов долларов. В то время как в прошлом году это состояние оценивалось 498 миллиардов долларов. То есть наши олигархи вкупе потеряли примерно 52 миллиарда долларов. Я бы руки на себя наложил, если бы я потерял 4 миллиарда. Вот что у меня хорошо, у меня их нет. Но вот Лисина мне очень жалко. Он потерял 4 миллиарда. Вы представляете, как он жить теперь будет без этих 4 миллиардов? Да, он переместился на второе место в этом списке, а первое место возглавил список Алишер Усманов с 18 миллиардами долларов. Это который у нас рынок крышевал? Я не знаю где, у вас? У нас где? А нет, я спутал, я эти фамилии путаю. У меня память отторгает эти фамилии. Ну, на самом деле, богатые люди, все хорошо, прекрасно и замечательно у них. Все хорошо, кроме того, что их очень жалко. Да. Чем им заниматься дальше, действительно? Лисина, Усманова. Россия стала третьей в мире страной по расходам на оборону. Об этом сообщает Интерфакс. Она поднялась на третью строчку в мире по военным расходам, обогнав Францию и Великобританию. Удивительно другое, что Россия потратила на вооружение 72 миллиарда долларов, в то время как Китай 143 миллиарда, и США, которые занимают первое место, 711 миллиардов. Вот, знаю, как прокомментировать. Пока вы читали, у меня созрел ответ. Зато Россия занимает первое место в мире. Ну, тут надо сказать, что Сердюков возглавляет Министерство обороны. Обязательно. И дальше продолжим. Первое место в мире занимает Россия по расходам на оборону, занесенные в документы. Возначенные на бумагах. Ну, как со спутником. Забузнили и нет его. Вот так же и с ракетой булава. Расходы вон какие, а, между прочим, опасная эта ракета внутри страны. Ракета булава. Ну, булава, действительно. Михаил Николаевич, у нас есть традиционная наша рубрика, которую я предлагаю сейчас послушать. Это «Вопрос от звезды». Давайте. Давайте. «Вопрос от звезды». Ну, кстати, Катя действительно задала серьезный вопрос. И мне очень приятно, что ее это волнует, потому что, честно говоря, и меня это волнует. И я хочу ответить серьезно. Мне нравится эта идея. Мне нравится, что хотя бы попытка существует создания этого. Да, многие в это не верят. Понимаю. Потому что обязательно кто-то постарается наладить откатно-отсосную схему финансовую. И это не будет работать. Но я все-таки надеюсь, что хватит совести у тех, кто будет в этом находиться, действительно создать общественное телевидение. Более того, я вам отвечу так. Вот я хочу сделать серию документальных фильмов, посвященных истории России. В частности, тому, что никакие норманы никогда не приходили править Русью. И что это были западные славяне. И вот с этого документального фильма хочу начать. И кем был на самом деле Рюрик, Рарук. И с этими людьми, норманистами, надо заканчивать. Потому что, знаете, вот я выписал специально, я не знал про Катин вопрос. Я, может быть, немножко отвлекаюсь. Но вот смотрите, что говорил известный нацистский палач Генрих Гиммлер. Этот низкопробный людской сброд славяне сегодня столь же не способны поддержать порядок, как не были способны много столетий назад, когда эти люди призывали варягов, когда они приглашали Рюрика. Это Гиммлер говорил. Теперь смотрите. Майнкамф. Гитлер. Негосударственные дарования славянству дали силу, крепость русскому государству. Всем этим Россия обязана была германским элементам. Превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть германские элементы действия внутри более низкой расы. Вся нормандская теория начала создаваться в 17 веке, когда было смутное время. С одной целью разграбить Россию. Тогда еще не знали про нефть, но уже нравилась эта территория. Шведы вообще создали в 16 веке теорию, что из Гипербореи, они обозначили Швецию, Гипербореей. У Геродота есть такой абзац, мол, боги наши греческие, у греческого историка Геродота, прилетели из Гипербореи. Он так и пишет, прилетели. Так вот, шведы сказали, Гиперборея это Скандинавия, так что не только Рюрик у них швед, но и Аполлон швед, между прочим. Но шведов в то время не было, это раз. И сегодня ученые есть, Сахаров существует, причем Андрей Сахаров, совершенно одноименец, однофамилец. Фомин, Кузьмин, ученые 19 века, Гедеонов и Лавайский, Ломоносов. Наконец, сегодняшняя Лидия Грод, Меркулов, они доказали совершенно стопроцентно, что этой истории не было. Но в учебниках преподают, что русские пошли от... что слово русский произошло от шведского имени Рос. И что русские произошли от шведов. Это сегодня в учебниках, я сам это читал. И это одобрено Министерством образования. То есть у нас засели викинги, норманы, наверху. И бороться с ними надо сегодня общественным мнением, а не пытаться одних викингов скинуть других викингов. Это невозможно. Но общественное мнение их выдавит. Сегодня говорят о конце света. Да, конец света должен наступить для власти тьмы. А власть тьмы идет у нас в образовании прежде всего. И есть даже выражение, отфурсили. И это уже не мною придуманное. Отфурсить очень точное выражение. Но самое из этого обидное, что наш патриарх Кирилл высказал следующую мысль. Я не хотел об этом упоминать. Я давно об этом знаю. Но возле всей этой истории с часами, с этой пылью. Знаете, наверное, жалко библиотеку. Бесспорно. Но подавать в суд человеку святейшему, наверное, это не к лицу все-таки. Знаете, смиренность, есть такое понятие у христиан. Христианин это смиренный человек прежде всего. И жалко, что наши чиновники церковные так порой нехорошо по отношению к православной церкви ведут себя. Когда присудили ведь Кириллу, он выиграл в суде процесс. Ему присудили 200 миллионов. 20. Простите, 20 миллионов рублей, да? Это 500 тысяч евро. Это что, без этого обойтись невозможно? А эти часы? Вся эта история с часами. Христос был скромнее, между прочим. Вообще, когда я вижу наших церковников в этих расписных золотых одеждах, вы что, дорогие, думаете, вам паства не поверят, если вы будете скромно одеты? Иисус говорил, уберите торговцев из храма. Если уж на то пошло. Нельзя разе пригласить с автомойки, которая находится под крышей собора главного храма нашего, московского, и там автомойщики платно работают. Пускай перемоют библиотеку тогда, в конце концов. И вот что позволил себе сказать Святейший. Православная церковь хранит в своей истории в своем предании значительные имена святых равноапостольных Кирилла Мефодия. В каком-то смысле мы церковь Кирилла Мефодия. Хорошо. Аккуратно, хорошо. Они вышли из просвещенного греко-римского мира. Не очень согласен, но не могу говорить, это надо доказывать, почему я не согласен. И пошли с проповедью к славянам. Хорошо, допустим. А кто такие были славяне, задает Кирилл сам себе вопрос. Это варвары. Люди, говорящие на непонятном языке. Внимание, это люди второго сорта. Это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им свет христовой истины. И сделали что-то очень важное. Это неправда. Это неправильное учение. Неужели не читал Кирилл про копия Кисарийского? Неужели он не знает труды Гедеонова и Илгавайского? Неужели он не знает археологические находки, которые говорят нам о том, что праславянские народы появились 2000 лет до н.э. Неужели он не знает, что Византия считалась со славянами еще в начале нашей эпохи? Потому что славяне были очень мощными, сильными. Их даже побаивался и Рим, и те, кого называли ромеями. Я много могу привести подобных примеров. Как же так унижать собственный народ и при этом находиться в часах и подавать в суд? Ну, это... Ну, надеемся, что... Я высказал свое мнение. Байкеры, которые защищают его, правы в своем роде. Действительно, церковь право, славная. Славь, правь. Правь на славянском языке означал Всевышнего, Бога. И это слово очень славянское, очень русское. И пришло оно не с христианской церкви. Оно было задолго, за несколько сотен лет до того, как христианство стало основной религией на Руси. Потому что были такие слова правь, славь, правь, навь и явь. И это означало триединство божественное. Но это было очень-очень давно. Но нельзя свою историю, почему греки, я буду повторять еще раз, ценят свои мифы, свои легенды. А почему все книги были переписаны летописи христианскими монахами? Были сожжены и уничтожены, написаны до этого о Кирилла Мефодии? Между прочим, кириллица называть неправильно, потому что Кирилл два часа в жизни или четыре был Кириллом. На самом деле он был Константином. Перед смертью принял имя Кирилла. И поэтому это не повод называть кириллицей. Ну, правда, он всего два часа по был Кириллом и все. Но дело в том, что он сам был очень честным, нравственным проповедником. И он написал, я свои письмена взял у чернорисца храбро, монаха западнославянского, который, наверное, жил в Моравии в то время. Это его изречение. Письменность была. Если бодричи заключили в 7 веке договор с Карлом Великом на двух языках, то один из них язык Карла Великого, а второй бодричи. Значит, письменность была. Но это все уничтожено практически, а осталось за границей. Так поучите всех за границей, как уважать надо было, надо славян. Как уважали в то время славян, когда был еще Карл Великий. Друзья, мы вернемся в студию буквально через несколько минут и продолжим разговор. Продолжаем программу «Неформат» в прямом эфире радиостанции Юмор-ФМ. Михаил Задорнов отвечает на ваши вопросы. Мы подводим эти огни недели. Михаил Николаевич. Да-да. Вы по общественному телевидению сейчас очень много мне рассказали за кадром. Да, немножко такую боковуху дал в сторону. Но я говорил о том, что я хочу снять документальные фильмы. И сейчас действительно я еду на гастроли, на Урал, на Волгу, чтобы собрать деньги для съемки документального фильма. Первый будет как раз о приходе, об объединении в 9 веке западных и восточных славян и об образовании государства Русь. Потом замыслен фильм еще об Александре Первом, который якобы по легенде ушел, бросил престол и стал святым человеком Федором Кузьмичем. О нем у Толстого начата повесть была. Так и называется Федор Кузьмич. Ну, еще несколько документальных фильмов хочу снять. И я хочу предложить общественному телевидению эти документальные фильмы. Общественное телевидение будет существовать там, незначительный взнос государства. И остальное вроде бы люди будут на это дело присылать деньги, жертвовать. Да, сообщение, что начальный капитал будет 3 миллиона рублей, а дальше будет действительно пополняться за счет публичного сбора. Знаете, очень хорошее русское слово было не жертвовать. Жертвы это когда от себя отрываешь, да? А богам приносились в... Вот был такой злостный период у славян, языческий такой, с жертвой, когда воевать начали, дружины когда появились. А был другой период. И приносили не жертвы, требы. То, что требовалось. Вот я бы назвал это треба. Это треба сегодня очень. Без реклам, без рейтинговой жести и гадости. Максим, я вчера видел спектакль. Я не могу об этом не сказать. Я все думал, как мне кому рассказать и вдруг только сейчас вспомнил. А вот же ж, где же ж я могу рассказать. Вахтанский театр. Дайте мне немножко времени, пожалуйста. Вот каким должно быть общественное телевидение. Вахтанский театр. Я пришел на спектакль. Первый шалевич. Первый отрывок. Называется спектакль пристом. Второй. А Юлия Борисова. За 80. Далеко. Танцуй. Яковлев. Третий отрывок. Когда Яковлев играл сцену любовную. Ну, в смысле, воспоминания пожилого человека о том, как он любил. Я первый раз в жизни понял, что выражение прикусить губу – это не образ. Я прикусил губу, чтобы не всхлипнуть. Мне неудобно. Меня знают люди. Мне как-то не по себе от этого. Я больно прикусил губу. Этуш. Какой юмор потрясающий. Без пошлости. Какой анти-камеди-клаб. Василий Лановой. Какое честь и благородство на сцене. Он читал стихи, которые, в общем-то, мы знаем Пушкина. И даже в зале, вот не столько, наверное, я лично, слушали сами стихи, сколько звучание этих стихов. Вот мы говорим, мантры индийские. Зачем нам мантры? У нас есть стихи русских поэтов. И когда Василий читает, волшебство растворяется в зале. Зал так молчал, что слышно было вдали под землей идущее метро. После этого спектакля люди встали сразу. Вот как закончили, так вставали только на 25 съезде КПСС, когда давали знак залу встать. Тут встали сразу. Билеты, Максим, нельзя достать. Я сегодня просил свою помощницу на 27 июня купить билеты через интернет. Июня. Вы представляете, молодежи много. И молодежь выходит с изумленными глазами носорога, который впендюрился в каменную скалу. Потому что они не знали, что такая актерская игра существует. Сегодняшние эти, поймавшие звездочку в сериальных, разных наших сериалах, они даже не знают, что был вахтангов, какова система вахтанговской игры. И вдруг все поражены. Много молодежи. Я просто призываю, идите смотрите спектакль «Пристань». Потому что вы увидите мощь советского светлого гуманистического культурного театра. Этого может не остаться через 50 лет вообще за сериалами НТВ. Самое благородное, что есть в сериалах, только там остались менты честные. И то их 4 человека всего, даже в сериалах. Извините, я все-таки закончил. Как сатирик. Но после этого спектакля... Боже мой, что Юлия Борисова? Как она это все делает? Знаете, мне хотелось перецеловать всех. Вот что мне хочется... Почему мне хочется, чтобы молодежь посмотрела спектакль? Да чтобы она знала, что бывают спектакли радостные, не наполненные нечистоплотностью душ самих режиссеров и рейтинговых сценаристов. Когда вы смотрите в «Современнике» этот спектакль, поставленный Гариком Сукачевым, ну, понятно. Люди, которые поставили, написали это все, они ничего не знают о любви. И о любви снять не могут. А это спектакль о любви. Не о сексе. Я буду повторять, да, у нас не было секса, у нас была любовь. Этот спектакль, эстафетная палочка, передача любви от Советского Союза в сегодняшнее, бессовестнейшее воровское время. Благородство, честь, достоинство. Честь и достоинство, к сожалению, в современном словаре написано устаревшее. Нет. Вахстанство для фахтанского театра это не устаревшее понятие. Михаил Николаевич, на этой неделе пришло очень интересное сообщение о том, что полицейская академия культуры, которая будет работать в Бурятии, она открылась, будет преподавать полицейским риторику, пиар-технологию, а также искусство танца и другие предметы. Это по поводу четырех ментов, которые в Бурятии остались. Вот, нашли, чем занять полицию, да? Замечательно. Хотя, жалко, что это только в Бурятии, конечно. А вы знаете, откуда слово бурят? Извините, я все время на свое. Бурята слово брат. Они братья наши. Ведь бурята и монголы одного языка. Язык означало народ в свое время. Но они остались у нас и стали нашими братьями. Так что, понимаю, братья наши, давайте петь и танцевать, это гуманнее, чем пытать. И быть жандармами, и строить держиморд из себя. Действительно, еще много сообщений приходит к нам. Я попытаюсь сейчас несколько зачитать. Давайте. Да, поскольку мы так уж договорились, что раз в 15 минут мы это читаем. Друзья, на 8870, пожалуйста, присылайте ваше сообщение. 0731, звоните. Я прошу прощения, что мы не принимаем звонки, потому что очень интересный разговор. И я понимаю, насколько он интересен нашим слушателям. Но обещаю, что да, мы примем звонки от вас. 0731, звоните с ваших мобильных телефонов. Пока несколько сообщений. Реклама лекарства. Мне 60, а с уставом 30. У меня наоборот. Мне 60, а с уставом 108. Поэтому я прислушаюсь к этому совету. А вот реклама в Екатеринбурге. Мне тоже дали эту выписку. Санфаянс. Это унитаз вообще-то. Ну, вообще санфаянс лучше. Тире, толчок для новых идей и решений. Что-то какая-то у меня... Вот у вас интерес, у меня тема какая-то другая. Это мне подсунут. Ну, у меня тема следующая. Маршрутка и указание маршрута, по которому она ходит. Роддом-морк. Жизненный маршрут. Такой, вся жизнь. Один маршрут и вся жизнь. Реклама. В мытищах на центральной улице всю зиму висел огромный рекламный щит. Посадим всех. Да, время посадки. Хорошо. Вот это мне нравится. Плакат в кинозале. Быть человеком. Это много. А женщины еще больше. Ну, это подарок для меня. Это я буду на выступлениях использовать. Дом актера в городе Новосибирск под табличкой. Дом актера висит еще одна табличка. Комната депутатов. Точняк. Вот умеют писать правду, когда не понимают, что делают. Корпоративное объявление. Вот это претендует на первое место. Поздравление детей с 25 по 28 декабря с Новым годом. Принимается заказ на Деда Мороза. Снегуртик. Дальше я не могу не смеяться. Не читать в скобках. Просьба пап. Пап не к папам, а пап. Еще с ошибкой. Просьба пап. Снегурку отдельно не заказывай. Я не могу. Я не могу. У меня с детства хрюк вырывается иногда. На телевидении пипи, запипигивание, а у меня захрюкивание. Друзья, 0731-8870. Номер для ваших смс-сообщений и телефонных звонков. Прямая трансляция на сайте веселаярадио.ру. Мы сейчас прервемся на некоторое время и появимся в ваших радиоприемниках в начале следующего часа. Мы продолжаем программу «Униформат». Еще час мы находимся в прямом эфире. Михаил Задорнов отвечает на ваши звонки. И подводим мы итоги недели. Ему помогаю я. Меня зовут Максим Забелин. Я продюсер радиостанции. Мы принимаем ваши сообщения, которые очень смешны. Мы обещаем подвести итоги в конце программы и вручить книжки и диски от Михаила Николаевича Задорнова. А пока буквально несколько сообщений от маэстро. Ну, во-первых, до сих пор не знают, кто будет на месте Шойгу в Министерстве чрезвычайных происшествий. С самыми вероятными его преемниками обе кандидатуры рассматриваются на посту министра. Это Спайдерман и Бэтмен. Но, а больше всего тому факту, что география не вошла в список предметов обязательных для изучения в школе, обрадовались, конечно же, японцы. Таким образом, в России уже через 30 лет никто не вспомнит, что Курилы – это Сахалинская область. Код Медведева пропал, потому что не был подключен к системе ГЛОНАСС. Когда у Тимошенко болит голова, ей просто ослабляют косички. Когда Путин летит в одном самолете с Медведем, Дмитрий Анатольевич всегда уступает место ему у окошка. На самом деле, задача конструкторов Лады заключается в отражении политической ситуации в стране. Вроде все новое, а суть та же. Работники автоваза просят закрыть производство Лады, так как они устали каждый год придумывать разные названия для одной и той же машины. Когда загорелся Москва-Сити, французская армия была приведена в повышенную боеготовность. После введения платного образования среднеобычными станут случаи, когда дети из бедных семей будут караулить по двери учителей и просить, ну расскажите мне закон ОМА, у папки неделя до получки осталось. Теперь школьники будут друг перед другом хвастаться. Тебе что, родители на Новый год подарили? А мне 10 часов геометрии. Проверять сдачу, не выходя из класса. Вот такая новая будет у учеников поговорка. А родители будут по утрам говорить, куда ты собираешься? Опять в школу! Мы что тебе эти деньги печатаем? По поводу образования, Михаил Николаевич, я знаю, что вы... Это такая тема для вас очень важная, и она для нас вообще... Я думаю, что она самая важная вообще для России, а не коммунарка. Я хотел сказать о том, что появилось сообщение на этот счет, и я думаю, что есть смысл его зачитать. Президент России Дмитрий Медведев считает возможным, по сообщению агентства Интерфакс, чтобы директоров школ выбирали на конкурсной основе, и чтобы срок их работы был ограничен временными рамками, например, четырьмя годами. Ну вот представляете, вот эта вся мура, и ну действительно хочется попросить дыхнуть в трубочку того, кто это придумал. Ну-ка, а это в стране надо делать бесплатным образование, а он заменяет это выбор. Ну что же, ну что же это за скутаумие такое? Что же это за юридические головы сидят там наверху, которые совершенно не понимают жизни? Я, я, пи-пи-пи-пи-пи. Все, я не знаю, чего говорить. Я могу только сказать, подчиненные знали, как порадовать Шойгу перед отставкой. Ему может помочь только хороший пожар. Улучшить настояние. Проводились с фейерверком. А в Венгрии ушел президент в отставку за подделку диссертации. Это правда, да. Слабак. У нас чиновники даже за оригинал уголовного дела не уходят в отставку. А у Медведева год сплошных потерь. То кот пропадет, то кресло. Готовится к выпуску нового автомобиля «Лада Ларго». Производитель обещает придерживаться традиции автоваза. Машина будет хуже предыдущей. У меня на сей момент все. Продолжаем нашу передачу. Да, я просто хотел сказать, что вот такие отвлечения сразу... Я придумал. Наше точное время 16 часов несколько минут. Приходят сообщения. Люди пишут спасибо большое за ваш интерактивный концерт. Но по большому счету, да, у нас программа это и одновременно какая-то комичная составляющая, и при этом очень серьезный разговор. А знаете, у меня в концертах сейчас так же, и молодежь пошла. И взрослые говорят, что вы там... Ну, взрослые, это я себя считаю взрослым. Мое поколение говорит, что ты стал мудрить в концертах. Молодежь нуждается в этом. Михаил Викторович, у нас есть звонок, мы обещали принять. Кстати, мы совсем забыли, что вообще-то у нас люди, которые находятся в пробках, им хоть чем-то надо заняться. Например, позвонить нам. Зоя, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Зоя. Добрый день, меня слышно? Да, слышно, хорошо, вывели вас хорошо по громкости. Смотрите, есть такая история с митрополитом Кириллом. И вообще, мне кажется, с церковью на сегодняшний день, я думаю, Михаилу это будет интересно, поскольку он иногда пытается рассказывать интересные случаи с нашими священниками. Так вот, митрополит Кирилл поддерживал именно богатую школу, не бедную, да, а именно богатую, где с помощью фонда примирения и согласия, да, классический пансион МГУ, где, извините, оплата, да, своих учеников и прочее, прочее, там, по полторы тысячи долларов. И вообще сейчас в православии, я вот сталкиваюсь по работе, ну, там, по некоторому бизнесу, маленькому, немаленькому, оно модно. Под этим, как бы, идут и зарабатывают новые деньги. То есть, есть такая форма бизнеса, например, как организация частных школ при церквях. Получается, это выгодно, потому что работники бесплатные, это приносит прибыль. Вот такое православие на сегодняшний день. Ну, жалко, Зоя, православие – замечательное слово. И жалко, что торгаши все-таки вошли в храм. Знаете, есть страшный рассказ. У Кирилла много славных дел есть. Но, например, когда священники в 90-е годы, ну, не надо так говорить, священники от слова «святой». Будем их называть по-нашенски. Попы и церковники добились налоговых льгот на продажу сигареты, водки – это безнравственно. Когда добивается любой другой фонд, даже спортивный, ну, ради бога. Вы там за счет этой водки будете спортивную форму покупать, стадионы строить. Ну, ладно, бог с ним, согласимся с этим. Хотя с натяжкой и скрипя суставами всеми моими больными. Но, когда этим занимаются люди от церкви, знаете, это противоречит моему пониманию жизни. Противоречит вообще вся эта пышность, все это золото, все эти каемки. И противоречит, знаете, моему пониманию жизни вот что. А вы знаете, что церковь в советское время была очень честной. А знаете почему? Она была отличена от государства. Быть верующим было невыгодно. Вы правильно сказали. И в советское время вот у меня была такая, ну, так нехорошо говорить домработница, нянечка. Она была верующей. Она меня впервые привела в церковь, причем в лютеранскую. Она истинно верующей была. И она не могла устроиться толком на работу, а бога не предавала. А что же это такое? Наживаться на этом. Самый большой грех, который допустили сегодня чиновники от церкви, это то, что они вошли в дружбу с государством. Церковь должна быть отдельно от государства. Это душа, а государство это туловище. Это две совершенно разные энергетики. Зоя, я, конечно, благодарю вас за звонок. А нашему святейшему я хочу пожелать любви к славянам и смирения, скромности. И мы снова, не снова, и мы будем его любить, потому что он очень симпатичный, светлый. И глаза хорошие. И мне кажется, что мы должны смиренно отнестись к этим нескольким недугам, которые произошли в нашей жизни в отношениях с церковью. Ну, Михаил Николаевич, обратите внимание, что каждый раз мы на каждую нашу программу имеем, что обсудить по поводу церкви. Потому что приходят постоянные... Ну, постоянно с Киркоровым. Да, вот буквально на этой неделе же произошла довольно неприятная история, когда, по сообщению некоторых СМИ, Филипп Киркоров, после того, как таинство крещения его дочери было совершено, обратился к собравшимся с Амвона храма. Но не сам факт здесь интересен, а то, что протодиакон Кураев предложил отлучить на время, подчеркиваю, Киркорова, от церкви. Священник, крестивший дочь Филиппа Киркорова, как и сам певец со своей супругой, нарушили церковные правила. Об этом заявил профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев. Боже мой, если бы я был священником, я бы просто просветил Киркорова, что так не делают. И сказал, прощаю тебе, но в следующий раз так не делают. Когда в следующий раз из пробирки чада сделаешь, и придешь крестить, прямо в пробирке, пожалуйста, не обязательно в купели, то, пожалуйста, не делай этого, так не делай. Ну, а как Киркоров может знать, что так не делают? Для него это эстрада. Ну, для него это, он попсовый человек. Ну, не знает он, он сам одет, как, он же, вы знаете, вот я когда пришел на его концерт, я посмотрел, он все, что было блестящего в доме, он надел на себя. Ну, как этот человек может понимать, что сам вон и нельзя обращаться? Но он не знает это, он крестил, потому что Зоя правильно говорит, потому что это модно. Ну, честь ему и хвала. Хорошо, что крестил. Дай бог верующий вырастет дочь, и будет замечательно. У Толстого, между прочим, отлучили от церкви. Вы понимаете, что происходит? Многие сегодня очень агрессивными становятся. Ведь сказку Пушкина о Попе и Балде заменили на сказку о купце, о Столопе и его работнике Балде. А почему О Столоп вылез? У Пушкина не было О Столопа. Это Жуковский сделал в 1840 каком-то году. Жуковский прожил дольше Пушкина и боялся цензуры. В это же время цензура была страшнейшая. И что делает Жуковский? Заменяет без ведома Пушкина слова в его сказке. У меня есть этот вариант сказки. Но в конце 19 века при Александре II, Александре III вернули и строго-настрого сказали печатать только так, как написал Пушкин. А почему О Столоп в имя придумал Жуковский? Потому что рифмуется со словом «в лоб». У Пушкина поп в лоб, а здесь О Столоп в лоб. И он переписал всю сказку Жуковский. И сегодня церковники говорят, надо снова вернуть купца О Столопа, а не попа. Ну, это безнравственно. Это какой бездуховностью надо обладать, чтобы не понимать, что стихи Пушкина как молитвы. Они очищают. Вчерашний спектакль «Театр Вахтанга» превратился в храм, в котором происходит очищение души. И там нет, не было крутых. Царские ложи были свободны. Вы представляете, туда не пошел крутяк. Это значит чистый, хороший спектакль. Галилей, помните, чем закончилось дело? 1600 какой-то год, да? Церковь заставляет его отказаться от учения. Первый раз христиане, вот такие же, произвели погром в Александрийской библиотеке. Уничтожили все знания, в том числе знания, принадлежавшие сколотам славянам, мудрецам. И в Александрийской библиотеке это было уничтожено. Крестовые походы. Смотрите, во что превращают святейшую веру христианскую. Кто? Люди, которые становятся торгашами даже при религии. Страшнейший грех. И Толстой, его отлучили от церкви. Извините, Толстой, любая его книжка, это храм. Она очищает души. А вы под храмами устраиваете мойки, презентации. И в некоторых храмах, при некоторых храмах уже проводят презентации каких-то книг. И даже встречи на высоком уровне. Черный ход работает. Прикады с черного хода крестят. И проводили по знакомству к поясу Богородицы с другого входа. Ну разве это не святотатство? Где же тут вера в Бога? Нет, это торговля религии, а не вера в Бога. Но много христиан сегодня верят в Бога. И вот как им быть? Куда им деться? Они же христиане истинные. По душе, а не как торгаши. Вот за них-то очень обидно. Извини. Людям, которые заходят в церковь с черного хода, я предлагаю прямо сейчас послушать рекламу на радиостанцию Юмор.ФМ. Продолжаем программу Неформат. В эфире Юмор.ФМ. Михаил Задорнов. Мы продолжаем отвечать на ваши звонки, на ваши сообщения. И, конечно же, подводить итоги недели. Этот час у нас обещает быть довольно интересным и забавным. Потому что есть несколько сообщений, которые просто, ну не знаю, заставляют посмотреть на мир по-другому. Но о них чуть позже. А пока несколько сообщений на номер 8870. Мне буквально пара очень понравилась. Я позволю их себе зачитать, Михаил Николаевич. Да. Купили на днях сухарики. Называются «Путинки с хреном». Ну, бренд просто. В Самаре «Бяша» – магазин для продвинутых детей. Ну, для очень продвинутых. А я тоже выбрал два сообщения. Рюмочные, бабьи слезы. Какой точняк. И мне очень понравилось объявление «Принимаем на работу водителей такси без опыта работы». Вот мне чем это понравилось? У нас ведь и в правительстве так принимают без опыта работы. Но вот кто такой Фурсенко? Он что, всю жизнь был учителем? Если бы он был учителем, беседовал с учениками, учил их чистописанию и писать грамотно, я понимаю, почему он мог дослужиться до министра. Он же ниоткуда пришел. Как вот этот водитель такси, не умеющий водить машину. Один к одному. Вообще, есть такая мудрость, к сожалению, сегодняшняя. Те, кто умеют, те работают. А кто не умеет, тот учит. Опять нагрузку заговорим. Давайте переходим к вашим сообщениям или к вашим вопросам. Ну, я, да, еще немножко, может быть, не о грустном, но о серьезном, потому что это сообщение я не мог не прочитать. Наш разговор по поводу церкви, православия, язычества вызвал очень большой резонанс. Приходит очень много сообщений. Одно из них такое. Сейчас много молодежи отрекаются от православия и становятся язычниками. Что вы думаете об этом, пишет нам абонент Розостовской области? Ой, я быстро скажу. Во-первых, неправильно понимать слово «язычники». Язык – это народ разных языков, это значит разных народов. Язычниками назвали дохристианских славян. Нет, вообще язычников назвали своих предков христиане. Но я вообще против возвращения назад. Я говорил как-то в нашей передаче, мой тезис такой. Если идешь вперед, оглянуться можно пару раз посмотреть, не догоняет ли тебя какой-нибудь Бэтмен там сзади с топориком. А нельзя идти вперед, глядя назад. Споткнешься, обязательно упадешь и разобьешься. Язычество – это период, когда люди… Ну, я буду говорить «язычество», потому что это на самом деле не совсем правильно говорить «язычество». Но такой термин принят, и я буду говорить. Во-первых, это было время, когда люди подчинялись законам природы и жили на природе. И богами считали энергией природы. Сегодня это невозможно. Мы живем в городах. Мы не можем подчиняться и слушать лешего, и энергию леса. Кроме того, мир ушел вперед в понимании мироустройства вообще. И, конечно, мы же не можем сегодня вернуться к вече. И выбирать в наше вече, то бишь думу, по самому мудрому из каждой семьи, допустим. От каждого рода. Сегодня и свой род-то никто не знает. Значит, есть вещи, которые мы должны чтить, уважать, как наше прошлое достойное. Но создать музей можно, как у греков. Приходишь, есть храмы Аполлона, храмы Зевса. Ну, действительно, был такой кузнец, который назывался Сварок, его имя было. У него было два сына, Сварожича. Они первым изобрели, я говорил, об этом оружии, научили скакать на коне, конницу создали. А потом превратились в бога, в богов превратились. Герои превращались в богов. Также Радигаст, также Свинтовид. И Перун, я, например, это загадка теряется, откуда Перун взялся. Но до определенного времени славяне жертв не приносили. Потом стали приносить, это правда, и это надо было непременно с этим закончить. Это страшнейший грех. Поэтому, я думаю, вопрос правомерен. Но я абсолютно не призываю к язычеству. Я призываю к вере в бога. Причем независимо от того, как она называется. Когда мне один из епископов сказал моему другу Кочину, что все, кто не христиане, и тем более не православные, попадут в ад. Вот стыдно было это слушать. Язвительно мой друг спросил, китайцы тоже? А индусы? Да черта народу, батюшка, прости за слово, до черта, сказал он у тебя в аду. Вот к такому пониманию веры я... Мне нравилось, что в Советском Союзе мусульмане дружили с православными. Ну здорово, отлично. Ну церковь была отделена от государства, и по другому принципу формировались вот эти отношения, когда люди были просто друзьями друг другу. Друзьями и понимали, что Бог один, имена разные, разные слова. А Бог один. Михаил Николаевич, сейчас о добром и вечном, о богах интернета. Да, троллях. О людях, которые нас удивили. Давайте. Просто на этой неделе буквально мега-хит потряс пространство интернета. Это ролик, в котором главную роль, ну будем так говорить, исполнил Никита Джигурда. Без преувеличения Бог интернета. О, я с ним знаком. Я не так просто. Видите, я достиг чего-то в жизни. Давайте послушаем, я думаю, что многие видели. Давайте послушаем, что происходило в отделении Федеральной миграционной службы в очереди на получение загранпаспорта. Неформат. Хит недели. Я еще раз говорю, выйдя отсюда. Только можно говорить, я на госуслугах регистрировался, я вообще без очереди могу. Какие нахуй госуслуги? Какие тут очереди стоят? Я стою в очереди. Я на зайте регистрировался. Ботанник пришел сюда и качает права. Кто Ботанник? А вы Чубака, б***ь. Так, пошел отсюда, быстро. На борцу, Чубака, б***ь. Так, что это происходит? Госуслуги у него. Как видите, наш спонсор пожелал, чтобы Никита Джигурда был партнером этой программы про сосудистые звездочки. Так вот. Мы сейчас в эфире? Мы сейчас в эфире, да. Ой, гениально. Вот главная реклама сразу после вот этого, вот этой записи. Это кто? Что? Что ты, Чубака? Проблемные ноги? Такое ощущение, что у Чубаки оторвали ноги, к чертой матери. И надо смазать их капилляров. Ой, капилляров, чтобы они переросли. Я не могу. Я расхохотался просто. Надо вообще... Чтобы Чубака стал человеком. Смажь его кремом. Смажь его капилляров. Проблемные ноги? Звездочки? А у того у Чубаки явно звездочки полетели, судя по звукам этого развалившегося Чубаки. Вам вообще Чубаку с Никитой надо взять к себе сюда, чтобы они рекламой занимались, потому что это грандиозно. Сейчас капилляр запомнят все после Чубаки. Капилляр... Так и надо называть. Капилляр Чубака. Не, а что такое или кто такое Чубака? Возник законный вопрос у больше половины аудитории радиостанции Юмор. Что за боданик? Мы нашли, почему боданик назвал Никиту Джигурду Чубакой. Итак, что такое Чубака? Небольшой фрагмент из кинофильма «Звездные войны». Это честный ход. Криками не положим. Чубака это было такое волосатое существо, которое все время там ревело, не произнося никаких слов. Помните? Как я могу помнить? Я не смотрел это. Ну, неужели вы меня представляете сидящим и смотрящим «Звездные войны» и упивающимся от вида Чубаке, у которого сопли из ноздрей тянутся? Наверное. Я не знаю. Я не смотрел. Ой, боданик Чубака. Ну, ты насмешил. Боданик, если слышишь нас, низкий тебе поклон от нас, не Чубак. Мы не доросли до этого высокого... Джигурда молодец. Я считаю, что я его... Знаете, он когда был в моих защитниках в передаче с Гордоном, он так наорал, что Гордон взбесился. Я-то вообще не спорил ни с кем. Взбесил всех Джигурда. И я думаю, что в фильме о Рюрике он у меня обязательно будет Нормана играть, Скандинава. Настоящего, который должен взбаламутить славян на правильную жизнь. Друзья, у нас небольшая рекламная пауза. Послушайте немного занимательной информации. Мы вернемся в студию через несколько минут. Продолжается программа «Неформат». Мы, с вашего позволения, друзья, перейдем к событиям, которые происходили за рубежом. И у меня есть буквально топ-5 исследований. Ну, есть такой даже целый ко-бренд. Это британские ученые. Они проводят огромное количество времени в попытке что-то выяснить и потом представить миру результаты вот этих наблюдений. Ой, это очень интересно всегда. Я с упоением всегда читаю названия этих исследований. Типа, знаете, влияние солнечных продуверанцев на скорость движения хвоста сперматозоида у сусликов. Вот откуда у них бабки на этот вирус? Порадуйте нас в исследовании. Да, итак, топ-5 исследований. Ну, первое такое, оно приближено, в общем-то, к реальности. Подобно тому, как многие граждане России стремятся в Британию, состоятельные британцы, по исследованиям британских ученых, подумывают об эмиграции. Они об этом задумываются о причине усталости от криминала, плохой погоды и дороговизны. Ничего вам не там не напоминает? Напоминает, Россия достала. Усталость от криминала, да. Согласно исследованию, они собираются ехать в такие страны, как США, Австралия, Новая Зеландия или Канада. Вот мне понравилось это сообщение, потому что сразу чувствуется, что русские туда приехали в большом количестве. Я считаю, надо туда наших олигархов сплавлять. Надо очищать Россию. Но англичане, не заблуждайтесь. Вы приедете в Америку, наши и там достанут вскоре вас олигархи. Еще одно исследование британских ученых гласит, что мама готовит вкуснее, чем жена. Так, по крайней мере, считают почти 60% опрошенных. Они выражают неудовольствие тем, как готовит их супруга и предпочитают тайком ездить обедать к родителям, потому что они считают, что их мама проводит больше времени на кухне, чем супруга, и готовит более вкусно. Вы знаете, что очень интересно. Вот охота им этим заниматься, да? Когда каждый из нас знает, что именно так с детства и есть. Что мама готовит вкуснее, более того, и грудное молоко вкуснее у мамы. Чем у супруги, да? Кошмар, жуть какую-то. Простите, дорогие родители супруги. Вот еще одно сообщение от британских ученых. Они провели исследование и выяснили, что большинство британцев, которые изменяют своим женам, ездят на автомобилях марки BMW. Если ваш супруг ездит на автомобиле марки BMW, то существует вероятность, говорят ученые, что он вам изменяет. Дорогие женщины и девушки, обратите внимание, подчеркиваю, Если вы живете в России, ваш супруг живет в Англии, ездит на BMW, и вы не видите с ним уже много лет, есть вероятность, что он вам изменяет. Причем и без BMW. Есть даже процент такой вероятности. 19,21% вероятности того, что он это делает. К русским это не подходит. Ни BMW, ни эта вероятность. Чудесное совершенно исследование. Долгие, видимо, месяцы, а может быть даже и годы, проводили британские ученые в своих институтах, чтобы выяснить следующее. Постоянное сидение на мягком месте, например, за компьютером, способствует увеличению его размеров. О! О! Правильное исследование! Вывод. Чем больше сидишь, говорят британские ученые, тем больше ягодицы. Наконец-то это доказано! Вот теперь можем жить спокойно. Причем, чем больше сидишь, тем мягче мягкое место надо. Слушайте, а что ж, простите, меня цепануло предыдущее исследование. А что, кто ездит на ладе к Алине, уже изменять не может супруге? У него уже все и по русским дорогам, да? Там отбивалого полное происходит. У него тонкий голос, ну и так далее. И, конечно, номер один в этом топ-параде исследований британских ученых следующее. Недавно проведенное исследование показало, какие им комплименты девушки любят, а какие слова им лучше не говорить. Ну, я опущу те комплименты, которые они любят. Ну, то, что она красивая. Дорогая, любимая, мой пирожок, мой слон. Про пирожок, может быть, нет. Но вот, ни в коем случае, говорят британские исследователи, нельзя говорить женщине, что она выглядит устала, на ней много макияжа, что она прибавила в весе, что у нее крупные черты лица. Также не рекомендуется бросать фразы вроде «ты не так глупа, как казалось» или «выглядишь лучше, чем можно было бы предположить». Это, я подчеркиваю, комплименты, которые не стоит говорить девушке. Максим, какие же они тупые. Это же потрясающе. То есть так они этого без исследования не знали, да? Вот так он не знал, чтобы подойти к женщине, любимой, сказать «ты что-то потолстела». И это называется комплимент. Нормально? И исследование они провели. А еще я добавлю, нет, я бы изысканней проводил исследование. Вот, например, комплименты очень любят женщин друг другу отпускать. Вот это интересно. Говорит, ой, платье. Какое у тебя сегодня платье на вечеринке где-то? Не, извини, на пати. На пати. Говорит, какое у тебя платье? Я уже в который раз любуюсь им. И говорит, зеленое платье тебе все-таки зеленое к лицу уже много лет. Вот я предлагаю такой конкурс организовать сейчас. Отвлечься от наблюдашек. Этот конкурс у нас идет. И так с самоходом. А вот такой конкурс организовать на комплименты женщинам. Причем, знаете, ведь русские только называют предметами своих любимых. Ты моя рыбка. Ты моя зайка. У англичан или у американцев одно. Ханы. Медовая. И все. У них воображения нет. Чтобы назвать ты мой бегемотик там или ты мой пирожок. Ты там, я не знаю, один там из моих знакомых называл ты моя селедочка, говорил. Ты мой суслик, зяблик, птицами. Боже мой, белочка. Весь животный мир наши мужики перевернут, чтобы назвать как-то ласково своих любимых. Чтобы только по имени не говорить. Чтобы только имя не произносить в суе. В суе это приличное слово. И я хочу призвать, значит, поделиться мужиков, которые нас слышат, как они называют своих любимых. Это будет, по-моему, очень интересно. А я хочу тогда обратиться к девушкам. Дорогие девушки, присылайте. Мы, может быть, успеем их прочитать. Я думаю, да, успеем. Обязательно самые нелепые комплименты, которые вам говорили. Давайте посмотрим действительно на это. Ну, это очень интересно. Я, например, слышал, как одна симпатичная женщина говорила своему мужу, с которым они жили давно. Ах ты мой негодяй. Говорил, она так ласковая, и он балдел. А один эмигрант свою жену, вы знаете же по-английски wife, жена, называл ты моя wife-елька. Вот я хотел бы услышать еще такие вот... У наших же воображения по пьяни в бане, они придумывают то, что не изобретет никакой общественный фонд английский не изучит. Михаил Николаевич, у нас, пока мы принимаем сообщения, есть наша традиционная рубрика. Это БЛИЦ. Давайте. Пять самых интересных вопросов недели, которые поступили от наших радиослушателей в течение, скажем, с прошлой субботы до сегодняшнего дня. Мы их собрали в небольшую подборку. Давайте устроим БЛИЦ. Давайте. Не формат. Пять лучших вопросов недели. Номер пять. Михаил Николаевич, скажите мне, кто придумал о майские праздники работы три субботы? С уважением, Лёва. Придумали те же, кто переименовал милицию в полицию. Это все одно. И кто сократил часовые пояса, и сейчас очень правильно чиновников переводит... У меня даже слово в коммунарку. В коммуналку. Я думаю, что у Лёвы тут есть еще более глубокий подтекст. Он спрашивает, кто придумал вообще три субботы подряд работать. А три субботы? Смотрите, я даже не словил. Лёва, у вас хороший мозг. Три субботы подряд придумал. Три шабата. Не формат. Пять лучших вопросов недели. Номер четыре. Михаил Николаевич, добрый день. Геннадий из Подольской беспокоит. Смотрите, у меня такой вопрос. В Подмосковье алкоголь продают с 11 утра и до 9 вечера, а у вас в Москве с 10 до 10. На 2 часа больше получается. Скажите, а вот почему такая несправедливость? Вот как я могу ответить на этот вопрос? Вот как я могу ответить на этот вопрос? Вот я кто? Вот откуда я могу это? Вот почему они мне адресуют эти вопросы? Они со мной в КВН играют? Они хотят узнать, кто придумал этот закон? Ну, потому что вы в Подольске, а мы в Москве. Ну, пьяницы мы. Ну, что вы хотите? Ну, откуда я знаю, почему до 10? Спасибо, что сказали. Ой, Лёве, Лёве, в догонку хочу. Вот про три субботы он здорово заметил. Это надо в Израиле ввести. Три субботы подряд. Три шабата. А у нас это будет шабаш. Здравствуйте, это Олег. Был у подруги в Киеве. Она мне сказала, что я похож на Нестора. А я нигде не могу найти его фотографии. Скажите, а где-нибудь можно их посмотреть? Я не могу. Фотографии Нестора. Фотоальбом есть. Там Александр Невский, Александр Македонский, Нестор. И рядом большая такая серия фотографий из жизни Иисуса. Вам надо посмотреть. Красочный фотоальбом. Он раскрашенный, да. Или на сайт зайдите Нестора. У него есть блог сейчас, и он весь свежак выкладывает на своем блоге. На стене, на стене. На стене. Свежак Нестора. Меня удивило другое. При каких обстоятельствах, интересно, подруга Олегу сказала, что он на Нестора похож. И сколько лет подруге. И где она видела Нестора. Слушай, спроси у подруги. Она когда... Она вообще, может, имела в виду, я знаю, там один пацан есть. У нее кликуха Нестор. Он крышует бензоколонки сейчас. Может, она его имела в виду. Может, не летописца имела в виду. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер два. Добрый день, Михаил Николаевич. Меня зовут Сергей. Я из Анатол. Скажите, вот если бы вы были министром образования, какой бы новый предмет вы ввели бы в школе? Я бы ввел, вернул на новом качестве природ природоведение. Хороший вопрос. Потому что, еще раз повторю, если человек не нарушает законы природы, он автоматически не нарушает юридические законы. Мне это сказал еще папа. Если будешь жить порядочным человеком, никогда не изучай никакие кодексы уголовные. Ты их не будешь нарушать. А природоведение обязательно нужно детям. Неформат. Пять лучших вопросов недели. Номер один. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Это Павел из Иркутска. Я очень люблю читать. А у вас есть книга или книги, которые вы еще не прочитали, но очень хотите прочитать? У меня в Риге целая библиотека. Я прочитал книг из этой библиотеки. Может, только 10%. Я так хочу. А у меня дома есть такая библиотека. Например, 90 томов Толстого. Когда-то меня отец попросил, я учился в Москве, дособирать это полное собрание сочинений под редакцией Черткова, друга Толстого, который собирал все, даже записки, написанные Львом Николаевичем. Я все-таки мечтаю, что я когда-нибудь прочитаю. Когда меня выгонят, наконец, со сцены, не разрешат больше вести передачу по радио Юмор-ФМ, сяду и буду читать Толстого. У вас замечательный вопрос. Только мне стало грустновато. Сколько времени еще нужно для того, чтобы все прочитать? Ну, все прочитать нельзя, но самое важное, его так много. Да здравствуй. И хочется поэтому закончить правильным строчкой стихотворения, которое вчера прочитал Василий Луновой, и зал заплодировал. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Прекрасные стихи. Давайте послушаем рекламу. Программа «Неформат», к большому сожалению, подходит к своему концу, но у нас есть еще 15 минут на то, чтобы завершить ее, прочитать некоторые из ваших сообщений. И мы по итогам нашего небольшого конкурса, который объявили, получили очень много посланий с ваших мобильных телефонов. Михаил Николаевич, я передаю вам слово по поводу того, как люди называют любимых друг друга и какие комплименты отпускают. Прям чудесно. Ой, ну это мгновенно, вот мгновенно насыпалось нам на почту, друзья мои, но это я без смеха читать не могу. Представляете, и это мужики, вот классно, не, у нас народ не безнадежен. Пока так называют мужики своих любимых, и те тащатся от этого, мы сильны духом. Вот сообщение, я свою девушку зову, готовы, да? Мотя. Мотя моя. Мотя, и ей нравится, и она воспламеняется. Мотя, и она воспламенилась. А этот зовет свою, ты моя колбаска. Вот англичанам такие комплименты не снились, они даже не знают, что такое можно изучать. Ну колбаска это мужчина девушка называет или наоборот? А это же мужики писали. А это я не знаю. Это просто абонент. Что вы сейчас, как вам не стыдно? Я даже, значит, а я свою любимую, зачитываю письмо, а я, это не я, это я письмо зачитываю, это не я называю. А я свою любимую называю Лялий, а она меня папой. Нормально? Нас старики слушают. А я свою называю. Не я, еще раз повторяю, зачитываю письма. Ты моя козюлечка. Козюлечка. Слово-то какое, ласковый суффикс чека. Знаете, такое есть. Козюлечка такая. Ну хорошо, что не козявочка. Самый первый комплимент мне, когда мы с молодым... А вот это девушка пишет. Самый первый комплимент мне, когда мы с молодым человеком катались на лодке. Я не могу, я смеюсь. Он ей сказал, как красиво у тебя двигаются лопатки. Я не могу. Мужик лопатки возбуждает. А может он лезла лопатками назвал? Но мне когда-то моя жена сказала, ты так красиво лысее. И столь красивее. На лопатки представьте. То есть он сидит сзади, да, девушка гребет изо всех сил. Он говорит, у тебя красиво лопатки двигаются. Он сзади, да? Ой, это комплимент от мужа получил. Женщины пишут, милые девушки, женщины. Ой, ты мой колорифер, он ее называет. Раньше печкой называли, а сейчас современные технологии. Колорифер. Можно будет, ты мой коллайдер. Еще можно назвать. Он любит прохладу, а я слишком теплый. И грею его. А он мог назвать, ты мой горчичник. Ой, это я свою жену называю ты... Я свою жену называю тыквочкой и секс-бизон. Максим, я не могу. Но это в пору мне за смех давать награду какую-то. Но нас смешили, ребят. Друзья, все полное собрание ваших сочинений. Пожалуйста, смотрите на сайте веселаярадио.ру. Там есть все смс-сообщения. Мы, к сожалению, все не успеем прочитать. Максим, я сегодня приду домой и скажу жене. Как у тебя красиво двигаются лопатки. Ты моя тыква через секс-бизон. Поработай колорифером мотя. Я соберу это. Все воедино. Получу борожи. Супер комплимент. Борожи получу сразу. И на вас свалю все. Всем, кто вот эту вот, извините, хрень прислал, ласковую, по книжечке или по диску. Чего останется? Ой, я специально диск выпущу, чтобы вам подарок сделал. Ну что, подводим итоги конкурса, который затравили в начале. Да, мы выбрали пять сообщений совместными усилиями. Вы в итоге финальную редакцию провели. Поэтому, Михаил Николаевич, вам слово. Пять самых интересных сообщений. Ну, пятое место занимает сообщение «Дом актеров в городе Новосибирске». Под табличкой «Дом актера» табличка «Комната депутатов» читается правильно, без знаков припинания друг за другом. Четвертое место – вывеска над автомагазином «Запчасти для японцев». Третье место – реклама на баннере «Рекламируются пилы и газонокосилки». Весна наступила «Сучки подрастают». В Тюмени рекламный баннер. Второе место – женская одежда для девочек. И, наконец, первое место разделили. Разделили первое «Не могу найти про таксистов». Вы найдете где-нибудь? Не могу найти, принимаю без опыта работы. Без опыта работы. И это первое место. И второе первое место, или первое первое, а то второе первое. Корпоративное объявление «Поздравление детей с 25 по 28 декабря». Принимается заказ на Деда Мороз со Снегурочкой. Пап, просим Снегурочек отдельно не заказывать. Вот, запомните, папы. Это первое место. Два приза. Не значит, что мы одну книжку разорвем на две части. Да, все книги будут подписаны, друзья, и вам отправлены либо по почте, либо лично. Ну, с вами свяжутся наши офис-менеджеры. Ждем ваших адресов, друзья. Да, обязательно свяжемся и все наши подарки раздадим. У нас осталось немножко времени, Михаил Михайлович. Я хотел вас напоследок припас в самую любимую тему. Помните, да, как нам говорили, как только Задорнов поднимает какую-то острую тему, сразу же ведущий его переключает на его любимую тему. На Америку. Говорит про Америку, да. Так вот. О, а то, я думаю, не хватает чего-то. Я наткнулся на сообщение агентства Ассоциейтед Пресс, которое описывает визит нынешнего кандидата в президенты страны Ньюта Грингича в зоопарк. В зоопарке произошло одно досадное событие. Грингича укусил пингвин во время визита его в Сент-Луис. Как он умудрился? Он что? Ему разрешили покормить или пообщаться с пингвинами. Он протянул к нему палец, видимо. Кормить решил пальцем? Ты будешь голосовать за меня, спросил он пингвина, вероятно. Пингвин его цапнул за палец. Он решил проверить русскую пословицу. Дай палец, откусит всю руку. Да, пингвин укусил его за палец. Прибежали секьюрити, что-то сотворили страшное с пингвином. Теперь он уже не республиканец. Пингвин не республиканец. И обмотали палец ватой, ну и так далее. То есть остановили кровь, это все подробно описывается. Но представитель политика заявил, что после неудачной встречи с пингвином, Грингич не прекратит свои визиты в зоопарки страны, так как он очень любит животных. Он старается посещать зоопарки в тех городах, в которых выступают в рамках предвыборной кампании. Дальше, ну просто песня. Издание пишет о том, кто такие пингвины. Пингвины – это птицы, которые достигают 80 сантиметров в высоту и весят примерно 5-6 килограммов. Ну, чтобы была понятна степень угрозы для Грингича. Спина у пингвина окрашена в черный цвет, а брюхо и грудь в белый. На шее у пингвинов, на полном серьезе заявляет Associated Press, одна или две полоски. Ну, видимо, у пингвинов, в которых уже все случилось, две полоски. В неволе эти птицы могут жить весьма долго, до 25 лет. Максим, это напоминает мне, не все слышали в предыдущую передачу, вот это описание пингвина, вот этот случай, когда из Вашингтонского зоопарка сбежал пингвин, мы о нем рассказывали. И полицейские, которые должны поймать пингвина, выдали фотографии пингвина. Вот надо было еще приложение описания пингвина раздать, чтобы они, не дай бог, не перепутали с другой птицей какой-то. Потому что цапли и пеликаны, они сплошь в Вашингтоне стоят по тротуарам. Вообще, там интересны эти законы про животных. Знаете, в Калифорнии запрещено собакам, закон собакам, размножаться вблизи церкви. 300 метров. То есть собака должна отмерить рулеткой 300 метров и идти размножаться. Но вход там в кинотеатры запрещен с альбомом, по-моему, в одном, в Филадельфии запрещено. Но об этом я много говорил. А вообще, вот вы зачитали сейчас, в течение сегодняшней передачи, Максим, вы зачитали множество новостей. Что российских, что западнючих, ненашенских. Максим, вот если их сейчас все свести на бумагу, прочитать друг за другом, вы знаете, какое будет ощущение? Мир сошел с ума. Это сумасшедший дом, правителями которого выбраны из числа пациентов. Выбирали сами больные. И поэтому девиз нашей передачи должен остаться вот этот. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Так не хочется жить в сумасшедшем доме. Да, потому что сообщения, которые я, по крайней мере, вижу, мы не успели их за сегодня зачитать, но я, по крайней мере, заголовки. Король Испании извинился за охоту на слонов в Бацване. Дело в том, что во время охоты Хуан Карлос I неудачно упал. Сломав шейку бедра. Слону! Наверное, сказал, я больше охотиться не буду. А шейку бедра у слона, это не слабо было бы, добавка. Он признался, кстати, об этом лечащим врачам. Он сказал, что больше охотиться не будет. Гениально. Это единственная причина. Да. А шейка бедра, он не сказал, срослась, нет. Но он же в возрасте. Да. Это вообще опасно. Мы его так сшитим, а вообще это опасно для Испании. Ну и финал. А этого слона Баски вырастили. Вот. Это террористический акт. Ну. Памела Андерсон решила выставить свою грудь. Да уже можете не говорить. Памела Андерсон и все, и смеяться. Она решила выставить свою грудь на аукцион. Известная американская акт. Что? Простите, что? Грудь. Грудь на аукцион. Дело в том, что она посетила своего пластического хирурга, он ей посоветовал поменять импланты. Она старые импланты вытащила, новые вставила, то есть все хорошо у Памела Андерсон, но куда девать старые импланты? Американка решила заработать. Ну гениально. Выставила на аукцион. Ну, и будет торговля. Левая сиська Памела Андерсон, 100 тысяч долларов. Я даю 150. А потом, представляете, кто-то купит на одну только хватит сиську, а на вторую не хватит. И он принесет домой, поставит и будет гостей звать. Посмотрите, у меня сиська Памела Андерсон. Ну, сумасшедший дом. Это все. А ведь у нее еще и ягодицы с имплантантами. А потом у нее ведь груди менялись несколько раз. Значит, у нее не две груди. Собери полную коллекцию Памела Андерсона. Представляете, у меня полная коллекция сисек Памела Андерсон. А еще там же ягодицы тоже были с имплантантами. Это же известная история. Значит, еще полная коллекция ягодиц. А так и далее можно. Пупки Памела Андерсон собирать можно начать. Ну, грандиозно. Сумасшедший дом. Друзья, на этой замечательной и прекрасной ноте мы подходим к концу нашей программы. Но пока мы смеемся над этим, мы не безнадежны. И солнце проглянет. Михаил Николаевич, ну это же ваша мысль, да, что юмор это вообще национальная идея нашего народа. Потому что... В основу национальной идеи должно быть положено наше чувство юмора. Ничего нельзя закладывать в будущее, над чем мы смеемся сегодня. Поэтому, друзья, смейтесь, смейтесь от души с ней, смейтесь вместе с нами, вместе с радиостанцией Юмор-ФМ. Я благодарю вас всех за то, что вы провели эти два часа вместе с нами. Оставайтесь на нашей волне. Мы встретимся с вами уже очень скоро. Может быть, даже на следующей неделе. Всего вам доброго. Неформат на Юмор-ФМ